Добрый день! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В Ириванском офисе Республики Западной Армении состоялась встреча на тему в сторону родного Шуши. ЮНЕСКО все еще работает над отправкой миссии в Арцах, Азербайджан снова мешает. В беседе со своим французским коллегой Арман Татуян отметил необходимость возвращения армянских пленных из Азербайджана. Каждую субботу по телевидению Западной Армении будет транслироваться новая программа на арцахском диалекте. В ближайшее время выйдет в эфир турецкая секция радио Западной Армении. Судьба памятников в оккупированной Западной Армении. Удивительный результат армяно-немецких совместных раскопок. Римский мост-водопровод. В Ириванском офисе Западной Армении прошла конференция на тему в сторону родного Шуши, целью которой было собрать под одной крышей семьи, депортированные из Шуши и соседних общин, выслушать их опасения и предложения, организовать обсуждение, по итогам которого решить или помочь в решении проблем. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамям выступил со вступительной речью на конференции, поприветствовал присутствующих и рассказал о важности Шуши, особенно для Западной Армении. Затем выступили историк Ашот Арутюнян, военный Норик Арутюнян, премьер-министр Республики Западной Армении Седа Маликян и другие. Встреча была полна эмоций, ведь был показан в фильм о городе, который на мгновение перенес людей в счастливую реальность, которая уже в прошлом. В конце встречи гости заявили, что готовы создать союз, посвященный Шуши, который будет решать их проблемы. Спустя год после 44-дневной войны в Арцахе миссия организации все еще не может посетить Арцах. ЮНЕСКО работает в этом направлении. Об этом азербайджанскому агентству Report сообщили в пресс-службе организации. «В настоящее время мы работаем над организацией миссии в Арцахе. Надеемся, что это будет возможно в ближайшее время. Но в настоящее время для этого нет необходимых условий. Мы пытаемся получить подробную информацию по этой теме», – сказали в ЮНЕСКО. Азербайджанская сторона делает все возможное, чтобы предотвратить въезд в миссии ЮНЕСКО в Арцах и его оккупированные территории после трехстороннего заявления лидера в Армении, Азербайджане и России 9 ноября. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявление о необходимости сохранения армянского культурного наследия и об участии ЮНЕСКО в этой работе, что отрицает официальную Баку, продолжая выдвигать различные обвинения в адрес организации. В последние месяцы официальный Баку снова прибегает к агрессивной риторике и действиям, всячески пытаясь помешать организации въехать в Арцах. Защитник прав человека Республики Армения Арман Татуям в Париже встретился с французским защитником прав человека Клэр Эннен. Арман Татуям, в частности, отметил необходимость немедленного возвращения пленных армянской стороны, незаконно задержанных в Азербайджане, заявив, что они остаются там по политическим мотивам, нарушая нормы международного права. Он также отдельно упомянул о грубых нарушениях прав армянских военнослужащих и гражданских лиц азербайджанскими вооруженными силами, включая вопрос об ответственности за пытки и изверства. Он подчеркнул, что власти Азербайджана распространяют политику антиармянства, активно поддерживают враждебность по отношению к армянам во всем мире, сохраняя напряженность между двумя народами, ставя под угрозу систему прав человека в других странах и сохраняя напряженную атмосферу. Именно из-за этой политики имели место пытки и зверства во время и после войны. Телеканал «Западная Армения» представит зрителю новостную программу на арцахском диалекте. Эта инициатива станет основой для укрепления идеи Арцаха как части Западной Армении. Для укрепления связи между Западной Арменией и Арцахом. Дорогие соотечественники, мы полны надежд, что сможем объединить всех вас вокруг нашей истинной Родины – Западной Армении. В справедливом восстановлении прав, которым вы также можете участвовать своими усилиями и непоколебаемой преданностью Родине. Открытие турецкого отделения радиостанции «Западная Армения» состоялось в Ереванском офисе Западной Армении. Наши тюркоязычные соотечественники, проживающие в Западной Армении, которые разбросаны по всему миру, а также тюркоязычное общество, отныне будут иметь возможность следить за новостями, транслируемые на турецком языке по радиоканалу, помимо телевидения. Радиоканал будет работать с круглосуточной программой, благодаря которой у слушателей будет возможность познакомиться с новостями Западной Армении, армянской музыкой, обсуждением вопросов, непосредственно связанных с Западной Арменией и их политическим анализом. Как известно, Западная Армения – страна древних народовой цивилизаций. Армяне, как коренной народ, являются неотъемлемой частью этих земель. В начале 20 века попытка построить новую нацию на основе другой нации на территории Западной Армении была очень болезненной и кровавой. Эта программа не могла не затронуть культурные и религиозные структуры. Армяне больше всего пострадали от разрушения культурных и религиозных ценностей. Армянские церкви, часовни, монастыри и кладбища были разрушены, и они продолжают разрушаться. За исключением Константинополя, сегодня на территории Западной Армении сохранилось очень мало армянских исторических и культурных ценностей. Они сохранились только для различных целей, таких как конюшня, сарай, склад и т.д. Статья полностью доступна на нашем сайте. Летом 2019 года армяно-немецкие исследователи обнаружили удивительную находку. На глубине всего 30 сантиметров от поверхности Араратской долины были обнаружены огромные плиты римского бетона. Считается, что эти плиты были одним из сотен краеугольных камней недостроенного римского аквайдука, снабжающего водой древний город Арташат. Хотя первоначальный источник воды для аквайдука неизвестен, но по оценкам его длина составляет около 30 километров. Вероятно, он начинался недалеко от храма Гарни. Напомним, что Рим контролировал Арташат, древнюю столицу Армении всего три года, после чего римляне отступили на запад. Строительство аквайдуков осталось незавершенным, все следы которого со временем исчезли на века, оставшись под землей и пылью. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Все доступны на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.